Добрый вечер! Мы с вами, как каждую неделю, постараемся смотреть чуть глубже на нашу главу неделю. У нас есть соединенные главы в этом неделе, «Ваякхел и Пкудей». И мы завершаем в эту субботу чтение книги «Шмот». В следующую неделю начинаем книги «Вайкра». Чем занимаются этих двух главе «Ваякхел и Пкудей»? Они занимаются практически все, что мы занимались последние три недели. Начиная с параша трума, когда Моше получает от Всевышнему заповедь, веленье, делает ему микдаж, мешкан, по которым он будет находиться постоянно. И мы обучали, начиная с параша трума, детали, которые должны быть присутствовать в мешканах, посуды и инструменты, которыми мы должны пользоваться. Потом, самый мешкан, то есть шатер, как выглядит, сооружение вокруг шатера, мезбер, жертвенник. В главе «Китиса» мы учили про масло, про одежду, которые должны были делать для кухоней. В «Китисаме» мы учились про масло, про благовоние, про масло, которое для помазания и так далее. И вот мы доходим к нашей главе. В нашей главе все повторяется. Зачем повторяется? А? Повторение в ответ. Зачем, зачем, зачем в нашей главе все повторяется? То есть, а? Напомни, что? Ну все, что мы учили вместе. Так читай прошлую неделю еще раз. Ссорий лишнего нет. О, просто так слова не используют. Раньше говорит нету ссорий, раньше и позже. Ну и? Ну и? Как это отвечает? Какой из них читать в первый раз? Зачем это? Зачем еще вас это повторить? Ну первый ответ. Очень простой ответ. Мы не повторяем. Мы читаем заново. Мы не повторяем. Почему не повторяем? Потому что тут не веление Всевышнему к Моше. А веление Моше к народу Израэля. Это совершенно другое. Это выступление Моше. Тут рассказывает нам про выступление Моше перед народом Израэля. И вот посмотрите, первый пасук, первый приложение, которое у нас есть в нашей главе. Это глава 35 пасук первой. Ваякел Моше и собрал Моше. Кого? И он говорит им. Что он говорит им? Он говорит им про субботу. А еще раз. Четвертый пасук. Этому он меня велел делать. Что? Надо взять от вас пожертвование. То есть весь вопрос о пожертвовании он повторяет. Кому? Народ Израэля? То есть того, что мы читали. Глава Трума. Глава Тецаве. Глава Китиса. Это все была беседа между Всевышним и Моше. Это повеление заповедей, которые учил Моше от Всевышнего. Теперь Моше собирает весь народ и говорит им. Ребята, вот так надо. И тут сразу, с самого начала есть первый вопрос, который мы должны понять. Где вопрос о субботу состоялся по отношению с мешками? Кто помнит? Построение Микдаш. Где это стояло? меня забыли. А? Это шесть дней. Ну, где, 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 где было написано этого? Шесть дней, мы совершали работа. Да, 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 да. Вот эти слова, где написано? В начале. Где в начале? Еще раз. Еще раз. Я четко не объяснил себе. В предыдущих главе, когда Моше получает повеление от Всевышнего, делать мешкан, где написано ему про суботу? Тридцать четвертый главе, двадцать первый пасук, шеише сьомим тавуид. Уго, я машвы, фишбойс. Да? Все, да. То есть, конец, весь высказываний о строительстве храма, сбор деньги, о спорте следствия, о какие инструменты должны производить, мешканка, все, все, все. Последнее всего он говорит про суботу. Почему? Говорит раньше сразу. Не подумайте, что вы ради мешкан, ради строительства храм для Всевышнего может и отодвинуть субботу в сторону. Не так. Первый надо соблюдать субботу. Даже при этом надо соблюдать субботу. Где, когда, моши? Что вы не видите? 148, 21. То есть получается, где Моше велит нам соблюдать субботу, когда он выступает перед нами, вот в нашей главе, с самого начала. Почему начало? Если Моше уже не предупреждает, он просто высчитывает нам, что надо делать, он должен делать это как Всевышнему. Вот начало он говорит про пожертвование, потом остраивает, так он делает. На самом деле он копирует того, что Всевышнему говорит, он говорит в такой порядок, с исключением. Одно из исключений, с заповеда субботу он с этого начинает как при вступлении. При вступлении к этому. Не просто при вступлении. Он говорит первое, он собирает народы израиля и говорит, вы должны соблюдать субботу, а в четвертый посуг, что он делает? Он начинает заново общаться. Он начинает четвертый посуг, заново, и он говорит еще раз. Он типа говорил, ребята, давай соберемся, у вас есть какое-то сообщение от Всевышнему, вы должны соблюдать субботу. Как будто бы все расходились, говорят, это секунду, у меня есть еще что-то сказать. И он начинает промышкать. Почему так? Оно должно быть одновременно. И Раши ничего не объясняет. Когда Раши ничего не объясняет, значит, что это очевидный ответ. Что за очевидный ответ? Раши, Моше не говорил им про повеление Всевышнему, связанное с Мишканом по субботу. Он говорит им, ребята, вы должны понимать, что мы недавно прошли церемонию, которая называется Дарование Тор. Третий заповедь в Даранане Тору была суббота. Третий. И поскольку, что первый раз, когда Всевышнему говорил одновременно все десять заповедей, вы слышали этого. Когда было повторение, я этого сказал перед вами от Всевышнему четко по субботу. И вы говорили за каждый заповедь, который мы высчитывали в Дараване Тору. Вы подтвердили, так написано в Раши, что они отвечали за каждого. Да, да, принимаем, принимаем. То есть вы приняли субботу. И кроме того, вы были, это было присутствие весь народу. К этому есть очень серьезные, серьезные отношения, когда это публично максимально. Это было публично максимально. Любой ребенок там находился, любой старик находился. Все находились. И все принимали на себе ответственность. Поэтому вы должны знать, что я предупреждаю заранее. Вообще, помните, у нас есть заповедь про субботу. Поэтому все, что я теперь скажу, скажу это после того, что я напоминал вам. Никакого мешкан не отодвигает обязательства, которые вы приняли по субботу в горе Синай. Поэтому это один из заповедей. А что запрещено? Запрещено строить храм. А учиться, как это делать, думать о храм, как его планировать, это возможно в субботу. Строить нельзя. Мы будем это потом изучать. Но действительно, когда мы начали задавать вопрос, главный вопрос. Все понятно, да? Дирекционно говорил, что нельзя планировать в субботу. Да. Поэтому говорю, что про мешкан это по-другому. Просто это за храм это было по-другому. Но можно было планировать. Сидеть с Бецал-Эль, как мы будем изучать дальше, и его помощники с Моше, и говорить, что вот это надо так, вот это надо так, вот это надо так. В субботу это возможно. Плохо. Но строить храм, но строить храм в субботу нельзя. То есть мы начали говорить о том, что повтор было здесь не совсем повторно. Моше начал говорить это перед народом Израиля. Но это не отвечает на очень главный вопрос. Зачем Тород это пишет еще раз? Можно потом говорить. И Моше все сказал народ Израиль. И потом закрыть этот вопрос. И также народ Израиль выполнил, как Моше ему говорил. Зачем вот писать всех этих деталей? Еще раз, еще раз, еще раз. Зачем? Как это помогает нам все писать? И ответ к этому тоже очень простой. Где мы встречаем еще раз место в Тору, где все повторяется заново и заново по три раза? Помните где? Не помните где? Когда Тору повторяет той же историей и еще раз, и еще раз, и еще раз. Где это написано? А? Ну серьезно? Это только про Мишкан и было два раза. Да? В смысле, что это скоро? А история Салиеза, когда он нашел невесту для Ицхака? Сколько раз это написано? А, короткая история. Это короткая история, ничего себе. Занимается весь главе. Ничего себе короткая история. И там, и там, и там, и там повторяется, что повторяется? Элиезар, первое рассказано в Тору, что произошло с Алиезар, а потом, как Элиезар рассказала это левень, а потом, как он рассказала это Ицхак, ничего себе мало. То повторяется три раза. И Раши спрашивает, зачем? Зачем Тору повторяет это так много? И Раши уже отвечал там. Что он отвечал? Тору ценит высоко история сыновей больше, история рабы наших отцов, больше, чем Тору, которую учили сыновья, то есть народ Израиль. Где мудрецов этого учили. Много-много заповедей. Написано совершенно коротко, совершенно без объяснений, без никаких аргументов. Полагается, что муше это объяснить устно, но детально, детальные рассказы иногда бывают, особенно у Элиеза, раба Авраама, настолько детально, вроде бы все понятно и ясно, что происходило. Почему? Потому что ценится это высоко. Как это понятно? Ценится это высоко. Кто-то высоко ценится. Зачем это нам помогает? Да? Зачем это нужно? Что было так интересно по отношению с невестой Ривка, с ее жених Ицхак? Создание первого еврейского дома. Первый раз еврейская свадьба. Создание следующего поколения еврейского народа. А зачем это? А что так это? Что вы не знаете? Дом Авраама, это не еврейский дом? Ну, Авраам не был еврей. Где он стал? Нет, он стал. Первый еврейский ребенок, это кто был? Ицхак. И его первая еврейская свадьба, кто была? Ривка. Потом это уже была, потом Якова, его сыновья, это было совершенно другим. А первый еврейский ребенок с еврейской семьей, которая была создана чисто для еврейского народа, была Ицхак Сывка. И чего так это важно? Важно потому, что есть к Всевышнему, когда он создал этого мира, у него был план. Какой план? Делать для Всевышнего жилища в этом мире. Кто может это делать? Евреи, которые выполняют заповеди. Они должны трудиться, очищать мир, выполнять заповеди, отрицать всезапрешающие заповеди, верить в единое Бога и создать правильное место для Всевышнего. А это было создание семья, которая потом будет рождать первые евреи, которые рождет, будут рожать еще несколько, там, 12 евреев, которые будут потом разумножиться в Египет, которые выйдут из Египта и примут Тору. А тут мы что, о чем говорим? Тут мы говорим о создании дом для Всевышнего. Ну, вы можете представлять, насколько это было важно для народа Израиля, как народ Израиль к этому относился очень чувствительно, очень ревностно. Поэтому каждое повторение для них это было большое наслаждение. И еще раз, и еще раз, и вот так делаем, и вот так делаем. Особенно, что они знали, что это искупление грех золотой телец. Для них это была очень большая, очень большая тема. Поэтому не сокращается количество раз, когда Муша говорит об этом с Всевышним, а потом, как он велит народ Израиля, а потом отчеты он дает полностью детально, почему? Потому что это очень-очень серьезная тема. Очень серьезная тема. Потом мы встречаем еще одно очень необычное проявление. Какое необычное проявление? Посмотрите в 37 главе первой пассок 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 который который есть, можете проверить, не написано, кто их делал. Более того, часто написано, иногда бывает, что написано в множеством, ну, в основном, в единичном. То есть, делал Бецалел, и делал, и делал, а Бецалел, что он делал чем-то, это только проковчик. И Раши сразу спрашивает, а чиво так, чиво в дилаю теперь Бецалел, а в минуру, а в минуру, может быть, другой, может быть, надо почуковать, кто был там прараб, почему в ковчег? Ваяз Бецалел, говорит Раши, лефи шеносан нафшоя оламелохо, он отдал жизни, отдал душу на этого труда, мелаха это труда, больше, чем других мудрецов, не к это, чему она называется по его имени. то есть, получается, что других частей мешкана, минуру, делал не только Бецалел, столь не только Бецалел, умывальник не только Бецалел, межбех не только Бецалел, а вот Ковчег только Бецалел. Есть только один проблем, вы посмотрите, у меня нет рядом со мной книги Шмот, можете открывать книги Шмот, не Шмот, извините, извините, о чем говорю, в нашей книге, в 25 главе, вы откройте, вот 10 пасук, вы все и делали, множество, да, пусть делали, ну, перевод такой, хорошо, хорошо, неважно, 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 множество числей, да, а других, а других деталей, которые в храм, и делай, и делай, в один, в один, к одному это относится, а? Сделай, сделай, а только, только в Ковчег написано множеством, да, почему так, почему так, почему так, потому что, что, Раши, в 17 пасук, говорит с лодышей, в 17 пасук, в 25 главе, Раши говорит, крышку, да, что крышка была в толщина тефах, кулак, 8 сантиметров, зачем, Раши, это, это говорит, он объясняет, через этого объясняет, ребе, он, Раши объясняет, отвечает, почему множество, это единственная, часть, в мешкан, который не может физически делать один человек, это невозможно, весить несколько тонн, это невозможно, поскольку, что только плита, 8 сантиметров, слитая золота, 2 с половиной локтей, на полтора локта, да, и еще на них, кольца, на них, какие кольца, на них еще кровим, вот эти образы, которые на них, прямо в один, слитое золото, это вес сумасшедший, поэтому, говорит Тору, про ковчег, множество, и пусть делают, но из крышки, если нас там поступили, написано, тоже видишь, там читают, и сделай крышу, да, 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 и сделай, потому что это продолжение той же темы, это тема ковчег, уже в начале, это тема ковчег, начали говорить, про ковчег, теперь он дает приказы, уже не важно, но в начале, тема он говорил, в множестве числей, делайте, да, все, почему делайте, что случилось, делайте, почему делайте, делайте, потому что, это невозможно делать одному, а в нашей главе, про, 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 про Бецалел, кто делал, один Бецалел, что случилось, стал накачаный, что случилось, где все, давай, давай, а, круто накачался, несколько тонов, может сам поднять, это весело больше, как вы сказали, намного больше, давай, ради, ради интересов, это действительно, ковчег, это единственный, очень, очень, тяжелый, инструмент, который был в храм, я думаю, что наверняка, не намного легче, почему вы так думаете, большой, большой, но, сколько, сколько, какая толщина там золота, не обязательно, какая акация, ковчег, ковчег, не говорила, ковчег, а, ковчег, это ковчег, ковчег, и ковчег, ковчег, не говорила, а акация, акация, о о правильно столбики серьезный вес им там высота там сколько четыре локтей если не ошибаюсь да четыре локтей в такие дружина здоровья а мой проблем с цифрами то есть они тоже ввесили очень много больше чем один человек может поднять поэтому не мог не могли мечтаем это в нашей главе концу что не могли поднять мешкан и пришли к мужа и говорили ну топ теперь что как здоровье на этом мешкан мы поднимаем кране нету и всевышнему говорит мошае делайте вид что вы поднимаетесь и я подниму это собой хорошо поняли то есть может это делал может это делал помощь всевышнему но тогда почему мы говорим что только ковчег должен быть сделан в множество числей как вы думаете а множество людей множество людей почему это это уже приложение я говорю вот когда мы говорим о трума там написано множество числей именно про ковчег почему невозможно ее поднять по-другому а почему по акации ничего никто ничего не говорят про много много людей а бальки да да почему ну как вы думаете почему а что надо делать как надо 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 было обрабатывать дерево как обрабатывать дерево топором или другим инструментом как это делали подняли их вообще нет на жили на пол и начинали их шлифовать то есть не надо их поднять и один человек в четырех метровые или пятиметровые дерево может работать сам причем тут людей в чем проблем с ковчег для того что делать этого этого копора вот этого крыша надо было ее поднять ее поднять невозможно одного человека на большая громадная вот такой размер поднять его это невозможно поэтому говорят много же множество множественные числы тогда вопрос почему в нашей главе написано что им занимался только бацалин ну а других инструментов а других инструментов причем тут ковчег понимаешь что куча людей но почему хорошо почему ли других не других инструментов я понимаю примите в отличие от других тематика которой вы учили в институт и так далее вторая личного не бывает это не какой-то приколь кто-то 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 неправильно написал выражение было не точно я такого не бывает если написано значит четко почему это серьезный вопрос почему почему именно ему ответ вот раньше скрывает ответ в своих слова как он выражает в этом он говорит поскольку что он дал он отдал свою душу не физический труд душу на выполнение это работу то есть у в целом как вы говорите он был главный человек во всех это проект который называется храм у него был зам из колена дан который тоже отвечал с ним на работу всех работой на женщины которые там шили на мужчины которые гравировали на всяких разных очень-очень много рабочих сил которые вкладывались в строительство этого храма секундочку бецалл у него была пристальная личная вопросов проковчик он лично говорил вот это мой проблем он вот это я беру под себе то есть помимо всего его наблюдение его наверное он ходил из места в место посмотрел на всех работу давал замечания писал чертежи смотрел давал замечания неважно ковчег он лично своего группа занимался строительством этого ковчега ему было нужно вот вкладывать семьей в этом ковчег да сейчас вопрос все множество людей это все были которые строят ну конечно да ну там два миллиона человек думал что хоть не хватает рабочего сыра да так как они таки крышку сделали ну то что душу бецалл вложил это понятно так как они все таки ее делали раз она держала в чем проблема или просто большое количество людей могло все таки поднять ты спрашиваешь как делили или как подняли я не понял вопрос ну как они сделали все сделали и залили залили да а как что а золото ну да золото золото это уже ответ или как сейчас вопрос окру вы как их делали слитые а потом потом почистили то есть он лично занимался вопрос почему именно бецалл так влюбился в ковчег почему он влюбился именно в ковчег есть много чего делать ты генподрядчик всего почему ты решил что именно ты должен находиться возле ковчег что случилось в чем она главное что безбях не такой важной то есть жертвенник не такой важной чего мэнору неважная чего чего то говорить в чем в кого ну вот именно вот вопрос в чем так такой у него была пристальная какая-то связь именно с ковчег ответ в его отца в его отца его дедушка хор только что был убит недавно там 120 это 80 лет 80 дней тому назад он погиб за что он погиб он погиб за идолопоклонничество хор понимал что обратная монета это напротив идолопоклонничества это сложить всевышнему в этого места и он говорил вот из-за дедушка который отдал жизни за обратная сторона за идолопоклонничество я должен отдавать жизни на вкладывании скрижали всевышнему в этот ковчег потому что он через этого ковчег просветает всевышнему висха поэтому я вкладываю в него далее не из-за идолопоклонничества а против идолопоклонничества ну да 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 ну да правильно 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 то есть он пытался остановить а теперь он хочет завершить дела дедушка он вложил в этом полностью своей жизни для того чтобы вернуть всевышнему в этот мир очищение этого идолопоклонничества это было самое самое противоносоставляющей противидолопоклонничества поэтому он вкладывал в этом все что у него есть то есть это в каком-то смысле было память дедушка да говорит Ребе даже в кабале это видно по именам это очень интересно видит Бецал-Эл написано в Медраж Бецал-Эл разделено на двух частей Бецал-Эл Эль имя Бога да под Богом потяну Богом типа он под него и его папа Ури из слова свет Ур Ор и его дедушка Хур это напоминает в каббалитетском понимании атрибут Малхут и Ребе объясняет что Хур который занимал сам Малхут то есть царство соединение Всевышнему в этом мире через то что его сын Ури находится в атрибуте Мидот 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 называется в каббале Зо да и Бецал-Эл который находился еще намного выше в царство Всевышнему Кетен вот они вместо соединились к тому что соединят Божественное Всевышнему именно в этом мире последнее которое надо говорить это соединение то есть получается это соединение произошло в том плане что там где Всевышний должен был потом раскрываться между этими кругами святая святая да теперь последнее которое у нас остается очень большое удивление которое когда ты смотришь на имя в главе ну должна прям возникать очень сильно мы уже говорили что имя в главе не просто так избранно она выражает по сути того что говорят в главе а что он говорит в главе Ваякель мы говорили уже о повелении Всевышнему о деталах в храм как их совершили о чем говорят в главе кудей 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 это в следующей главе которая соединяется а да моша начинает говорить я получил столько-то золота от него делали вот это вот это вот это вот это вот это поэтому вы производили остаток он говорит остаток. Если нет остаток, он говорит, нет остаток. И та же самая по одежде, и так далее. Он читает, 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 читает. А когда мы смотрим на имена этих главе, они выражают точно обратно. Что такое Ваякхел? Ваякхел на святом языке это собрание. Собрание что выражается в собрание? Не единицей, а собранные люди. Коллектив. Что говорит коллектив? А коллектив наилейший. О чем занимается в нашей главе? О заниматься о деталях. Еще один детал, еще один детал, еще один детал. Точно обратно, чем название. Все вместе, это коллективная работа. Коллективная работа, но там приказ, сам приказ про деталях. Коллективная работа, это расчет. Вот мы все сделали, теперь собираемся давать отчет. Это коллективная работа. А когда мы говорим делайте и делайте, это больше выглядит как приказы, детальные приказы. Когда выражается коллективная работа, когда уже достроена, или когда в процесс? Нет. Нет. Когда в процесс, не выражается коллектив. Они сделали только так коллективно работать, это уже сделано, конечно. Вот сделали, вот у нас есть уже коллективное дело. Когда человек занимается, он занимается. А он занимается. Это не коллективно занимаются. Нет? Не правильно? Я видел, как квартира работает. Как? Я видел, как работает квартира. Это реально коллективный процесс. Кого? Каждый делал. Бригада. Бригада. Я считаю, это бригада. Ну, я тоже видел. Вот, спросите, вот человек направо, направо, на лево, на лево, на лево, да? Вот он, я скажу ему сейчас, что мы делали электричество в Крымроге, он меня, он нас побьет. Вы делали, он делал. Причем вы. Он. Вот скажите, вот скажите, вот скажите, Шафутинский, что вы сварили с ним в Асилово-Метан. Ты? Ты причем? Я? Я сварщик. Причем ты? Но потом скажешь, вот такой город у нас прекрасный, никто, никто из них не будет, не будет, не будет, не будет противнаться. Почему? Город красивый. Так получилось. То есть, когда мы говорим о работе, каждый человек, каждый человек выражает свой талант, свои способности. Когда мы говорим о завершении работы, мы смотрим не о талант, который делал что-нибудь, а, как получилось, вес. То есть, когда мы говорим о Ваякель, мы должны говорить о завершении работы. а весь главе занимается о приказе выполнения. А ПКУДЕЙ, ПКУДЕЙ, когда ПКУДЕЙ из слова считать отчеты, это значит завершили работу и будет конец. Как Моша действительно строит этого храм, он называется расчет, да? Что это расчет? Начинать читать по деталям. вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. В деталях обратно. Ответ очень коротко, у нас мало времени. Это одна из самых серьезных проблем, которые любая коллективное существование не находит к этому совершенно правильный ответ. Например, вот мы с начала ситуации 24 феврена, что чувствуем постоянно? Коллективной ответственности. Никто неудобно говорит. Политике неудобно говорит о себе. коллективной ответственности. Сейчас мы все боремся, враг погонят из нашей земли, вот мы работаем над чего, над полной победой, кроме Миша, кроме Миша. Мы все боремся за того, что у нас будет и реально стесняется начинать говорить о какой-то личной вопросе, ну неудобно, ну конечно тихо кто-то каждый каждый себе думает, потому что мы люди. но говорит это публично как-то не совсем комфортно. Когда мы смотрим, наблюдаем на процесс выбора, какая коллективная ответственность? Я делал, я все сделал, я тут главный, я буду, я скажу, я или другой, он плохой, я хороший. То есть получается, что мы как люди очень тяжело нам найти симбиозы между коллективной ответственностью и личное достижение. Второе, это не так. Второе, говорит, что причина поликоллективный успех это совершенный идеальный деталь, индивидуальный человек. для того, для того, что мешкан будет идеальный, вот это уже не мешкан, должна быть идеальная мнора, должна быть идеальный мезбех, должен быть идеальный стол, должен быть идеальный ковчег, должен быть идеальной столбы, должны быть идеальные шатры, для того, что будет мешкан. Если мы не будем заниматься индивидуальных людей или индивидуальный успех, коллективный успех тоже не будет. И это большое учение в нашей жизни. Если мы хотим достичь какое-либо достижение, достижение мы можем достичь только благодаря личного человеческого успеха.